В Германии активными темпами продолжает свое становление экономической системы. По сравнению с предыдущими шагами, предпринятыми федеральным правительством, новый виток преобразований нацелен на полноценное функционирование банковской сферы. Соответствующий закон о банках и банковской деятельности был принят Бундестагом 6 августа, он регулирует множество аспектов банковские операции, сделки по кредитам и ценным бумагам, отношения с государством, уставной капитал, лицензирование со стороны государства, финансовую надежность, антимонопольные правила и сберегательное дело. В настоящий момент на рассмотрении депутатов уходящего созыва Бундестага находится законопроект о Федеральном банке Германии, который должен закрепить статус Федерального банка как независимого органа экономического управления Германии, а также в полной мере зафиксировать его функции и полномочия. 29 июля этого года для Нижней Саксонии наступила новая эпоха. Это связано с принятием через проведение референдума нового текста Конституции, согласно которому федеральная земля обрела новое основное название – Северо-Германская Федерация. Это долгожданное событие для всех ее жителей произошло на основании обещаний премьер-министра Вильгельма Койта, который не раз заявлял о необходимости земельных реформ. Новый основной закон включает в себя семь глав без учета приложения и 46 статей, что делает его одним из самых объемных во всей Германии. Сразу же по его принятии в Федерации развернулась бурная деятельность. Состоялось открытие миграционного центра и обновилась некоторая инфраструктура. Была заселена Фризия, одна из составных частей Федерации, к которым также относятся Ганзейский союз Шлезрик-Гольштейн и Броншвейг-Альбенбург. В состав также входит город земельного подчинения Ганнона. Изначальным лангтагом были приняты законы о земельном избирательном совете и о выборах в лангтаг. Август стал благодатным периодом для появления в Германии новых политических сил. Так в стране возникли сразу две политические партии, Партия граждан и Альтернатива для Германии. Произошло это на фоне опасений некоторых политиков касательно отсутствия конкуренции старейшей партии в стране, Христианско-демократическому союзу. Партия граждан выступает по большей части с позицией защиты интересов федеральных земель и их представительства на федеральном уровне. Альтернатива для Германии в течение заключительного этапа учредительного съезда сместила свои правые взгляды в центр, позиционируя себя через развернутую программу как более умеренная сила, стремящаяся объединить беспартийных немецких граждан под своим крылом. Также, относительно недавно бывший христианский демократ Кристофер Го Азен объявил об инициативе создания партии Вехта, огласив лишь партийную платформу. Пока что она соответствующей поддержки не получила. С 10 по 11 августа в Лондоне состоялась встреча премьер-министра Великобритании Майкла Дэнса с директором по иностранным делам Французской республики Матьё Милорено. Она стала попыткой нормализации двусторонних отношений, которые были разорваны при прошлом составе британского правительства. По ее итогам было заявлено о стремлении налаживания связей между Туманным Альбионом и Парижем, в частности подтверждено намерение о взаимном открытии посольств. Французская сторона уже утвердила своего посла за Ла-Маншем, им стал крайне известный французский политический деятель Рафаэль Кусто, он уже прибыл на место службы на благо республики. Что выйдет из изменчивых отношений с Лондоном, покажет время. Наша страна, в очередной раз проявляя дипломатическую дальновидность, никак не комментировала прошедшие события. 9 августа завершились выборы в Лантак Северо-Германской Федерации первого созыва. В них приняли участие представители ХДС и альтернативы для Германии. Перед днем голосования в Вильгельмсхаффене состоялись дебаты председателей земельных отделений политических партий, христианского демократа Эриха Хонекера и кандидата, от альтернативы от Альберта Шмидта, где они смогли представить свое видение будущего для Федерации. По итогам выборов обе партии получили равное количество мест в Лантаке, присутствовавший при подсчете голосов в избирательных округах наблюдатель о нарушениях не сообщал. Избранные парламентарии уже приступили к работе. Явка составила 100%. На первом заседании к ним обратился премьер-министр Вильгельм Коэта с речью о необходимости, усилий ради достижения федеральной землей статуса лучшей в Германии, а также избран председателем, которым стал господин Шмидт. Уже сейчас на повестке находится законопроект об общеземельных праздниках, памятных датах и тализиях местного значения. Начиная с конца июля и до недавнего времени в Дрезденской опере проходила встреча представителей немецких федеральных земель. На ней присутствовали федеральный канцлер, федеральный министр земельного развития, представители Австрии, Баварии, Северо-Германской Федерации, Гессен-Тюрингии и Баден-Вертенберга. Были заслушаны мнения по актуальным вопросам и проблемам земельного развития, а также поднят животрепещущий вопрос о создании федерального совета, или же, по-немецки, Бундесрата. По общему консенсусу, достигнутому всеми странами, было принято решение о создании общеземельной конференции, где представители федеральных земель смогут выработать единую концепцию будущего отношений между федеральным центром и немецкими регионами, а также решить иные важные вопросы. С 8 августа и по настоящее время в Ульмском доме присяги продолжаются межпартийные дебаты между Христианско-демократическим союзом и партией граждан, которые приурочены к грядущим выборам в Бундестаг 7-го созыва. Спикерами выступили один из основателей движения христианских демократов, северогерманский политик Вильгельм Хойте и председатель партии граждан Гёте соответственно, а модератором оказался федеральный, уполномоченный по выборам, крайне известный французский политик Рафаил Кустов. Кандидатами были представлены тезисы из партийных программ, а также затронуто множество вопросов, начиная от изменения немецкого политического ландшафта и проблем земельного развития, и заканчивая внешней политикой и структурой государственного аппарата. Это увлекательное мероприятие продолжается, и мы непременно будем следить за его продолжением и результатами.